Главный матч? Я думаю, он стоил того, чтобы его посмотреть, потому что действительно конец чемпионата, одна из четвертой встречи между ними, и действительно такая суперполноценная проверка того, где находится сейчас каждая из команд. А у вас есть объяснение того, почему СКА внезапно проиграл несколько матчей подряд? Ну, там несколько причин. Все равно вот этот пиар, который делается для СКА, вот он на свою негативную роль играет, играет, и многие игроки, они пытаются доказать, что они круче, чем есть, на самом деле. Потому что вот, ну, особенно по нападению, там вот, понятно, что вот в ЦСКА такое деление, и там все работают. У СКА некоторые игроки до конца не понимали, что им тоже надо работать. Скоро плей-офф, и только игрой не добиться результата. Это получалось, ну, такие проблемы были. В эфире вы определили целый пул команд, которые могут выстрелить в плей-офф. Неизвестно, как все сложно, это и «Магнитка», и «Акбарство» на востоке, СКА, ССКА. Интрига будет крутая, да? Ну, в принципе, в этом году «Акбарство» намного сильнее, «Магнитогорск» как минимум не хуже, чем в прошлом году. СКА и ССКА, так и «Динамо» очень круто выглядит. На самом деле, вот от того прошлого года, когда там вот куча молодых игроков появилась в составе, все говорили, вот молодая команда, там по большому счету один Федоров по-настоящему играет, и играет хорошо. А так, очень опытная команда, и очень прилично сейчас выглядит. Очень прилично, потому что я говорю, что линия обороны «Динамо» – она самоиграющая, самоатакующая из всех команд лиги. Интересный момент, да? Рыков играл, Корнаухов в квартальных не играли, их отправили в Чехов. Какая судьба у этих ребят из молодежки, которые влюбили в себя страну? Потому что есть много ярких личностей. Кварт понятно, что будет компризов играть, но вообще трудно будет пробиваться в КХЛ. У многих это непростая судьба будет, и если там по некоторым игрокам, по тому же капризу, я думаю, у него должно быть все хорошо, или Самсонова, то у некоторых не просто будет вылезти, потому что одни МС они будут, но очень яркими, но это сложно. У Брагина спросили, он сказал, что 98-й год тяжелее с победой, тяжелее. Моевич, Вратвей, привет, Моевич. 98-й год не такой сильный, он сказал, чем 97-й. Ну, он не совсем так сказал, когда спросили, почему там, как бы подразумевалось, почему мало игроков 98-го года, он сказал, вот наш лучший Рубцов не так здорово выглядел. На самом деле... Там будет Попугаев, что нас ждет в следующем году, какое идет поколение? Ну, опять же, я думаю, оно нормальное поколение, потому что тоже капризы в прошлом году не было настолько ярых. Кто-то из ребят может выстрелить, может тот же Свечников заиграет так, что уже на следующий год будет лидером таким. Мы не знаем, но Брагин может сделать команду из ребят, и он это сделал, она по ходу турнира прибавляла постоянно. То есть все это непредсказуемо, они за полгода могут? Могут, это вот и есть вот как раз этот возраст, когда они за полгода становятся уже совершенно взрослыми. Брагин обижается, когда говорят, что он тренер под молодежкой, говорит, я в КХ хорошо работал, да, все остальное. Понятно, еще год контрактов с молодежкой, да, в КХ вы можете теоретически представить? Ну, он же и работал в ЦСКА, и нормально работал, но опять же, вот даже эти игры показывают, что очень много внимания, в общем-то, вот тактической работе, но вот такие игроки в клубе, ну, бывает, что тоже вообще нет игроков же, есть же, ну, где таких очень ярких мало. Поэтому смотря какой клуб, просто из-за денег работают в команде мастеров, это таких команд, как ЦСКА, СКА, Магнитка, очень мало. А вот он год выстроил в новогодние праздники, что ему дальше это делать? Полгода себе без работы? Ну, здрасте, во-первых, конечно, будут турниры и в апреле, и в мае, он будет просматривать, и опять же, я думаю, что, вот эта февральская сборная, она будет очень экспериментальна, хотя, конечно, Знарок с ней поедет, но, в общем-то, тоже, там еще же в феврале, там... Вы бы, кстати, многих ребят позвали в феврале, вот те, кто там был, да, вот здесь, да, ну, Каприза, кто там, Воробьев, то есть... Наверное, да, но с другой стороны, и те, кто... Ну, тот же Демченко, наверное, неплохой, наверное, Самсонова можно посмотреть, но... К Самсонова можно посмотреть, потому что, на самом деле, Магнитогорск может далеко пойти, потому что, образно, команды, которые вылетят в первом круге или не попадут в плей-офф, они весь, там, полмарта, весь апрель могут тренироваться, их можно смотреть, а вот топ-команды, там, ЦСКА, СКА, Магнитогорск, эти... Те ребята перспективные, их можно и не увидеть в сборной. Два последних вопроса. Во-первых, Каприза, конечно, потрясающий аванс от Весел Брагин, сказал, что, типа, Next One после Кросби, ну, наверное, так, шутил немножко, но насколько он готов будет к НХЛ в восемнадцатом году, куда он поедет? Он парень сам по себе очень хороший, понимаете, у него, вот, бывает, там, талант есть и нет, там, трудолюбие, хотя, вот, меня обижает, когда говорят, что, там, 10% таланта, а 90% трудолюбие, нифига, нет, без, если ты хочешь стать... Если ты можешь стать звездой, то талант у тебя должно быть минимум 40-50%, остальное трудолюбие и между ними характер. Вот, вот, трудолюбие, талант, трудолюбие и характер. Ни одного есть какого-то компонента нет, ты не будешь. Поэтому у Каприза есть талант, я думаю, вот, 30% есть, трудолюбие есть, характер есть, человек хороший, да, должен пахать, ну, посмотрим, посмотрим. Тоже же и Панарин не так прямо раскрылся, чтобы, вот, прямо, там, 20 лет он уже только-только, говоришь, что в NHL готов. Вот, видите, такие ребята есть, вот же Зайцев, посмотрите. И вообще, вот эта тенденция, что ребята уезжают чуть позже и играют здорово в NHL, тот же любимый. Ну, это говорит о том, что спешить не надо, если у тебя способствия есть, ты их проявишься. Последний вопрос касается Александра Овечкина, который эту ночь играет в Монреале, может повторить по голам Марис Ришара в Монреале догнать. И тысяча очков четыре очкам осталось. Насколько это грандиозная цифра для Овечкина и насколько для нашего хоккея все это большое событие на этой неделе будет? Я думаю, это для Овечкина очень важная цифра, для российского хоккея очень важная, я еще повторяю, самый популярный российский спортсмен в мире Александр Овечкин. И он доказывает это своей игрой, да, может, пока он не так результативен, но я думаю, я вот очень много матчей Вашингтона смотрю, я за Вашингтон болею. Я за всех российских хоккеистов болею, но за Вашингтона особенно. И я вижу, как он отдается, как борется, и его он свои голы забьет. С приходом Радулова в Монреале, в Монреале тоже симпатичен, но я думаю, что было бы неплохо, если бы Овечка забил Монреана. Но вы представляете, вот каждую 30-е место, да, сейчас, по-моему, 29-е, в таблице лучший снайпер в истории. Каждый человек, которого он обгоняет, это легенда, веха. Вот Марис Ришар, это действительно мегачал. Приз его имени назван снайпером. Ну, он, в принципе, достаточно рано закончил, поэтому, может быть, и не забил там, там, 700 шайб. Но он крутой был снайпер, и это круто. Опять же, что Овечка на этот результат побьет. И, ну, просто Саше желаю удачи, Вашингтону желаю удачи. Ну, я всегда за наших ребят. Они молодцы, они... Вообще, вот просто... Я вот всем, кто смотрит, хочу сказать, ребят, ты хоть одну игру в Энхелл сыграл, ты уже, значит, высокого уровня. А если ты играешь как Овечкин, ты вообще просто супер. Спасибо большое.